по просьбам зрителей мы продолжаем тему православного криминала в одном из прошлых видео мы исследовали тему где священник пытался изнасиловать маленького мальчика а в этом видео мы расскажем как великовозрастный мальчик убил священника в подмосковье следователи в эти минуты работают на месте убийства священника раннемудром спасатели приехали тушить пожар в храме обнаружили на ступеньках тело настоятеля сергея лопухова с ножевыми ранениями по нашим данным убийца даже не пытался скрыться и сидел рядом на крыльце подозреваемым оказался 22-летний учитель воскресной школы тема криминала интересно тем что когда совершается преступление то начинает работать следствие которое проводит исследование и документирование все что говорят священники и миряне это устное народное творчество а материалы следствия это уже документы и благодаря этим документам можно узнать интересного про жизнь церкви не просто интересного а достоверного например в римской империи христианских мучеников не просто скармливали львам а сначала судили и материалы этих судебных дел дошли до наших времен под названием мученические акты а в ссср священников не просто расстреливали по обвинению в контрреволюционной деятельности а эту контрреволюционную деятельность доказывали и имеются уголовные дела которые хранятся в архивах и их можно читать и исследовать призываем всех атеистов родноверов и сатанистов а также тех кто просто не любит церковь этим заниматься вместо того чтобы репостить хейт и глупые демотиваторы принесете много пользы будет полезный контент по истории россии начала 20 века поэтому главная ценность материалов о преступлениях церкви это неизбежное расследование и документирование том числе некоторых сторон церковно-приходской жизни о которых не любят говорить церковные должностные лица криминал в церкви это та самая ситуация когда шило в мешке не утаить на православном аисусе прав мир освящена только одна самая выгодная для церкви версия по которой убийца это сексуальный маньяк который нагло приставал к несовершеннолетней девушки священник заступился за девушку и за это был убит а то что преподаватель детской воскресной школы по совместительству сексуальный маньяк так не будем заострять внимание на этом чтобы не хулить церковь ибо для кого церковь не мать для того бог не отец и так далее благочестивый уход от неудобной темы а вот комсомольская правда рассказал еще пару версий которые вероятно церковному начальству не очень нравится убийца как молодой и инициативный преподаватель хотел что-то улучшить на приходе и в воскресной школе еще один кружок открыть а настоятель отказал в прогрессивной инициативе правда за такое не убивают а идут с этим предложением другую организацию например в районный центр социального обеспечения или в протестантскую церковь где если это предложение действительно хорошие то она принимается развивается и в истории разных некоммерческих общественных организаций часто присутствует эпизод как пытались сотрудничать с русской православной церковью но ничего не получилось по вине церкви эта вина красочно раскрывается а еще в той же комсомольской правде есть упоминание о депрессии или ином тяжелом психологическом состоянии убийцы накануне совершения преступления и церковь совсем своим душепопечением не смогла ему помочь хотя это не человек с улицы а все-таки свой сотрудник причина депрессии так легко не определяется журналистам названа как возможная причина учеба и защита диплома а ведь могла быть причина связанная с религиозной жизнью например с разочарованием в православном христианстве или как говорят криминалисты мотив убийства может быть связан с коммерческой или политической деятельностью убитого один из возможных мотивов убийства священника показан в фильме о вот но все мотивы преступления и обстоятельства дела станут известны только после результатов расследования на публикацию которых мы очень надеемся мы почитали разные комментарии к материалам по этой теме и прокомментировали самое интересное самый распространенный комментарий это соболезнования родным и близким убитого священника которым мы присоединяемся очень даже интересно что на православных аисусах все жалеют убитого священника который по православной логике должен попасть в рай как мученик но все забывают что убийца это не какой-то безбожник разбойник а церковный работник следовательно православный христианин и духовное чадо этого самого священника и он совершил смертный грех и погубил свою бессмертную душу и попадет в ад но его никто не жалеет и никто не хочет узнать что привело его к такому поступку не христианскому другая большая группа комментариев это злорадство и хейт на тему что церковь это криминальная организация с бандитскими разборками эти комментарии характеризуют отношения обывателя к церкви и к священникам и какое-то оно неправильное для россии православной интересно почему оно такое неправильное или люди неправильные или церковь как организация делать что-то не так пишите в комментариях следующая группа комментариев это про то что священников надо защищать кто-то предлагает самим священникам выдать оружие кто-то предлагает к каждому храму представить вооруженную охрану данное преступление это как раз тот случай когда никакая охрана не поможет потому что убийство совершил свой человек которому доверяют от которого не ожидают преступления а любая охрана это всегда против чужих против какого-нибудь пьяницы с улицы или террориста а здесь преступление совершил свой сотрудник храма и еще есть группа комментариев от психологов которые на основе скудных данных из прессы уже составили психологический портрет убийцы и определили мотивы преступления но они слишком высокого мнения возможностей в психологии реальность не определяется психологией иначе если бы верить психологом то все люди давно бы уже стали убийцами или самоубийцами и человечество бы вымерло ну и от себя мы хотим чтобы преступление было скорее раскрыто и виновные были бы справедливо наказаны а главное мы хотим чтобы пресса проявила интерес к этому событию и мы бы узнали мотивы преступника и обстоятельства преступления это преступление не похоже на пьяную бытовуху или на убийство с целью ограбления следовательно в церкви происходит что-то такое из-за чего нормальный человек не нормально не допустили бы до работы с детьми вдруг хочет поджечь храм и убить священника и об этом надо предупреждать людей чтобы не пострадали не они не храмы не священники надо разобраться что произошло то нас обвиняют в том что мы своим контентом оскорбляем чувства верующих а мы такие же верующие и нас свою очередь оскорбляя то что нам ставят в упрек то что в наших храмах то воруют то злоупотребляют доверием то священники кого-то насилуют то священников за что-то убивают а мы не можем нашим зрителям про это ничего внятно объяснить потому что сами нифига не знаем про крестовые походы или про инквизицию лично нам все понятно из учебника истории и исторического контента а вот про современные реальности церкви нам непонятно ничего потому что пресса не освещает эти события или недостаточно освещает пишите в комментариях к этому видео публикации по этому делу в прессе нам очень интересно именно публикации как идет расследование и что выяснилось а на этом все